Ночь Пусть тебя нету рядом Одним только взглядом Прикоснуться к тебе на миг Свет в далеком окне Иди со мною Убиваешь любовь Я все просто забуду Возвращаться не буду Чтобы нам не начать все вновь Ради тебя провожать поезда навсегда От любви пусть растают снега И звезды с неба падают ради тебя Ради тебя этой ночью зажгутся дни Только больше меня не зови Я буду далеко ради тебя Боль Ты ни при чем Просто обрывки Разбитой мечты Нас Разлучают ошибки Слезы Словно осколки нашей с тобой любви Ты Стал без тебя Пустым и нелепым Как небо без птиц Где Прикинем ответы На простые вопросы На простые вопросы Как правильно надо любить Ради тебя Провожать поезда навсегда От любви пусть растают снега И звезды с неба падают ради тебя Ради тебя Этой ночью зажгутся огни Только больше меня не зови Я буду далеко ради тебя Итак, итак, приветствую, друзья Всем огромнейший привет Сегодня прекрасная погода 11 января За бортом плюс 7,5 градусов А почему прекрасная погода? А потому что дальше будет только хуже И говорят, что у нас, блин, может быть погода такая, блин До минус 7 градусов Это в районе Сочи и Адлера И до минус 15 Это в горном кластере Да, серьезно, обещают такое армагедетство и апокалипсис Обещают это в субботу и в воскресенье Хрен тебе, а не варенье Вот как бы так Но у нас сейчас плюс 7,5 градусов Все равно плюс Не минус А именно плюс И поэтому мы сейчас с вами Приобязываемся по новостному блоку Что же такого интересного произошло? Да, кстати Пока мы с вами берем Проходимся по новостному блоку Вы мне напишите Что для вас сейчас Прямо после этого выпуска Загрузить в первую очередь Буквально там через полчаса Первое Я вчера снял Дендерарий Сейчас была хорошая погода Снял Дендерарий И отрывок рыбалки Как я люблю издеваться над рыбаками Люблю их троллить Когда ты приходишь У них нет ни одной поклевки Да, кстати, они подходили У меня на видео камера записалась И в первый день Во второй день Когда не было ни одной поклевки А ты тут приходишь Из первого заброса Берешь и ловишь Ловишь рыбку Ловишь Да, да, именно так Как бы, ну я ради этого И приезжаю на рыбалку Чтобы просто, блин Просто, чтобы меня все прокляли Понимаете То же самое, что Когда появляется Максим Там риэлтор начинает плакать То же самое на рыбалке Ладно Это у нас, соответственно Парагулка в парк южных культур Извиняюсь Парк южных культур Ну и бонусом рыбалка Видео недолгое Всего лишь 40 минут Второе Это видеоролик За что несет ответственность Риэлтор в России Что такое риэлтор Научится ли на риэлтора Или не учится Почему вас вводят в заблуждение Когда говорят, что Теперь там риэлторы Там будут нести какую-то ответственность Почему это бред Почему это все не работает Как бы Ну и соответственно Мы с вами проехались От центра Сочи Проехались до Олимпийского парка Поездили Показал вам объекты Которые уже снесли Которые под снос идут Такая небольшая получилась экскурсия Два в одном Проехали по самым дорогим поселкам Прозвонили Опять же мы объявления Позвонили И узнали Что у нас с Монтерой Да Как бы тоже не очень хороший Получился разговор И так далее Ну ребят Извините Ролик идет Час сорок Соответственно Дальше мы поговорили С вами про Адлера Это когда я ехал С Адлера в Сочи Почему Как бы Я Как бы Недолюбливаю Адлер Почему Как бы Ну как сразу сполерну Все дело в цене Если покупать Безопасные объекты Это ценник будет просто Скотский Если покупать Безопасные объекты А если покупать Всевозможную дичь Мозафака бич То конечно же Как бы Ну не знаем Поэтому Адлер Недолюбливаю Не потому что Там как бы Там что-то Нет Центр Адлера Это реально круто Центр Адлера Стоит даже дороже Чем центр Сочи Но есть Это Один нюанс Короче Все это мы Разобрали с вами Именно в Видеоролике Когда мы ехали С вами Именно из О нифига себе Это с крайней правой полосы Налево Давайте Ребята Что-то у вас много Здесь собралось Сегодня Я надеюсь Что вам Это все Понравится Надеюсь Поэтому пишите Какой видеоролик Первый Это парк Дендерар Ой Парк южных культур Первое Потом получается Не парк южных культур Это второе Да как бы И третье Про риэлторов Там конечно же Тоже Это Мне просто Пригорело в одном месте Когда там Сидели И рассуждали Там с гильдией риэлторов По поводу того Что там И как там Блин Не могут у себя Не знаю Навести порядок На авито Эти же сами Ребята Которые находятся В гильдией риэлторов Просто берут И плодят Эти сами фейки Водят вас В всех заблуждения И все И сидят Размышляют Мы такие Хорошие Рассказал Кстати вам Про тест Чтобы пройти В гильдию риэлторов Какие вопросы Задают Там Блин Как бы В общем И порассуждали С вами Какое же должно Быть все таки Образование У риэлторов В общем Какой видеоролик Нужен В первую очередь Скажете Такой видеоролик Я и скажу Ну и конечно же Убило меня Хамское отношение Представители отдела продаж Это монтера Я не понимаю Как там люди Приходят и покупают Я поговорил С двумя девочками Одна девочка Реально круто была И вторая девочка Перезвонила И начал что-то предъявлять Потому что Видишь ли Я не рассказал Всю историю Знакомства Понимаете Ну реально Бред просто Ну в общем В 6 минут Она мне трахала мозг И Как бы Я сейчас хотел Извинять монтеру Для вас Сразу спойлер Монтера Это хороший Безопасный объект Все нормально У них все хорошо Но Не во всех Объектах в Адли Такое Вот как бы так Ну а что Мы с вами потихонечку Переходим Вы пока там Голосуйте Напишите там Например Там за парк Либо еще что-нибудь Да кстати Пишите Кто за храм А кто за сквер Ну выбор да Как в Екатеринбурге У нас должен быть да Кто за парк За парк Южнокультур А кто за То что там Узнать Все 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 Нижнее белье Про Риэлторов В Сочи Да и только в Сочи Риэлторов во всей России За что несут Это ответственность За что несут И что нужно поменять Для того чтобы Действительно С риэлтора Может было что-то Поспросить Я конечно же Как знаешь Критикуешь Предлагай Я соответственно Предложил Ну что Переходим Мы с вами К новостному блоку Куда же без него И Вступление Восемь минут Был Нифига себе Значит так Скончался Скончался Главный редактор Газеты Прикубанские огни Ей было всего лишь 49 лет Скончалась Из-за болезни Соболезну Сочувствую Как бы Ну бывает Житель Дагестана Не устоял Перед колбасой И поплатился За это Короче У соседки Увидел колбасу Три мешка Ну и взял И скоммунизил Три мешка Колбасы Нигде он не смог Эту колбасу Реализовать И соответственно Что Соответственно Его Он вершил Колбасу вернуть Он возвращается назад Его уже взяли Завернули ласты Прикольно Колбаса Вот так вот В Сочи Задержали Похитительницу Подарков В общем В Сочи Как бы Была гулянка Как всегда Целая куча Была подарков Под елкой Ну и одна из гостей Решила Что сделать Одна из гостей Решила Блин Думает А почему нет А почему нет Ну и все Ну и ее задержали На коммунизила Подарков Будь здоров Под елкой лежали Я не знаю Ну вот знаете Как бы там сейчас Пропали там Три кожаные куртки Три магнитофона Заграничных Три подсигара Заморских Ну я считаю Ну не знаю Я под елку Например Как бы Айфон бы не положил Я бы под елку Например Какое-нибудь Золотое колечко Бы не положил Или золотое сережки Ну люди-то у нас разные Правильно Ну люди-то у нас разные Холод наступает На Сочи Надвигаются Настоящие Зимние морозы До минус Семи градусов Вот мне тоже Вчера Жена одела Вот эту куртку Говорит Макс Там будет холодно Давай одевайся Я вчера сходил пока По парку Южных культур Я офигел Я весь потел Я весь взмок Да Кстати Вчера для вас Еще заснял Дуплексы Блин Конечно Ценник Мне оставляет Желать лучшего В высоком Да Ну я удивился Что 34 лота У них было 20 лотов Было распродано Понимаете И покупают Там хоккеисты Футболисты Анонисты Как бы Москвичи Вот как бы так Что их связывает Да Что связывает Хоккеиста Футболиста Анониста И Москвича Тебе на Найча Связывает то Что они Выбирают себе В ебенях Просто я по другому Не могу назвать Рядышком с Кладбищем Выбираете Коттеджи Поселок На котором будет Лакшери Где есть Как бы Маленький Чмошный Бассейн Один на все Дома И так далее Я поехал Потому что думаю Ну как так Хорошие Классные Дома Не продаются А здесь продается Ну и что Поехал Заснял для вас Ну а почему нет Имею право Согласны Согласна В общем Заснял для вас Ну чтобы вы понимали 100 квадратных метров Стоит от 18 миллионов рублей 100 квадратных метров От 18 миллионов рублей Я там Не дал Показал дом Классный Потрясающий Сегодня кстати Загружу Дом там не знаю Там 130 квадратных метров 6 соток И соответственно У меня конечно Уже там диванные эксперты Уже сказали Что 23 миллиона Это дорого Ну у меня же есть Диванные аналитики Да в том районе В высоком Ребят В высоком Недавно дом продали За 55 миллионов рублей Деревянные дома Которые мне понравились Которые снимал Видеоролики Знаете почему они продаются По 65 миллионов рублей А я вам нашел На 6 сотках За 23 миллиона рублей Поэтому давайте Мы не будем Страдать ерундой И не будем Мы с вами Рассуждать Что дорого Что недорого Но наверное я Как бы человек Который 8 лет В этой недвижимости Наверное Понимает Немножко больше Чем любой из вас Дорого Это или недорого И соответственно Тоже домик Я думаю Сегодня не успею Потому что Так много видеороликов Но завтра Вы этот домик Увидите За 23 миллиона рублей На 6 сотках Домик в стиле Хай-тек С бассейном И все А тут рядышком Можно взять И купить Половинку дома 100 квадратных метров За 18 миллионов рублей Без территории Без ничего Ну сомнительная конечно Авантюра Сомнительное удовольствие Посмотрим Что из этого получится Ладно Ползем с вами дальше В Сочи Открылась Фотовыставка Летопись Сочинской олимпиады Потому что В феврале 10 лет Как прошла в Сочи Та самая Людейшая олимпиада Та самая Самая дорогая Олимпиада В мире И та самая Олимпиада Возле которой Столько было разговоров И та самая Олимпиада Где каждый Педагог В Российской Федерации Считает Что если бы Не он Если бы Он бы не работал Без детьми Не зарабатывал И у него бы Не брали бы налоги То бы Эта олимпиада Бы не свершилась Потому что Каждый Себя уважающий Учитель Считает Что олимпиада Прошла За счет Его Тех самых Налогов Потому что Он работает Потому что Он зарабатывает Потому что Он Соответственно Делает Самую лучшую Работу В этом Гребаном Конченом Мире Как бы И все И если бы Не было учителей То все Как бы Экономика Российской Федерации Загнулась К внедрению Фене И Грюка Майским Как бы Так И они Себя не осознают Что как бы На самом деле Учителя Это те же самые Нахлебники Как и все остальные Потому что Вот если бы В шахтах Мужики бы Не находились То была бы Задница А так Как бы Бюджетники Еще как бы Рассуждают Что благодаря Тем самым Бюджетникам У нас Не знаю Благодаря Их там Далогам И так далее Что Ну это Звучит уже смешно Но каждый Считает Что вам Снят Вклад Вот так Ну и конечно Была сам Травмоопасная Олимпиада Очень много Было травм Поэтому Ту самую Городскую больницу Которую сделали На Красной Поляне Травмопатология Как бы Она Конечно Себе Руку набила На тех самых Ребятах Которые Ломались Вот так Ну что Голый мужчина С криками Ворвался В детскую поликлинику В Краснодаре Ну а что Бывает такое Причем В Сочи Не знаю Он сказал Привет вам всем Из Сочи Вот так вот Понятно Слышь Да Значит так Чиновники Решили Бороться С мороженым Вы понимаете Ребят Абсурд Пчелы Против Меда Рог Против Наркотиков Риэлторы Против Комиссии Да Безопасный Сука Адлер Представляете себе Вот это Решили Так решили Классно же Классно Ну блин Идиотизм Видишь В мороженом Порции Где-то Могут Содержаться Немножечко Да Немножечко Алкоголя И они Решили Бороться С мороженым Вот это Да Вот это Я понимаю Да У нас Занимается Тем Чем Надо Решили Бороться Да А что Боритесь Дальше Да Давайте Боритесь С пчелами Вот как бы так С чем еще Можно побороться В нашей гребаной жизни Ладно Поржали И хватит Чиновники Решили бороться С мороженым Бредятина Они жили Что мороженое Это просто Некоторое мороженое Сейчас делается Знаете Так вы начните Бороться еще Против кофе Кофе же Бывает Пьют с коньяком Давайте бороться Против кофе Ну а что Почему нет Кофе Надо бороться И все Ладно Пойдем дальше Что будет входить Дополнительный список Бесплатных Медицинских Услуг По полису ОМС ОМС Первое Диспансеризация По Репродуктивному здоровью Будущим родителям Желающим Завести ребенка Станет доступно Это медицинское Обследование Пока это только платное Чтобы на секундочку Понимали Следуется Высокотехнологичная Медпомощь К По полису ОМС Можно будет Получить Сложную процедуру И Операцию Области Офтальматологии О Нифига себе Предупреждение О прибытии Медицинских Бригад Жителям Отдаленных Населенных Пунктов Заранее Сообщат О прибытии Выездных Бригад Медиков Чтобы Больше Людей Смогли пройти То самое Бесплатное Обследование Дальше Бесплатная Психологическая Помощь В лечебных И Лечебное питание Для Палиативных Пациентов Включая Ветеранов СВО Углубленная Диспансеризация После Ковид-19 Возможность Пройти Диспансеризация В течении Года После Выздоровления С выдачей Направления На дополнительном Следовании В течении Трех Дней Представляете Себе Бесплатное Ампутирование Конечности В результате Разрыва Гранат Дронов И тому Подобное Для СВО И не Только Прикольно Уже Готовят Что У нас Скорее Все Время Будет Разрываться Где-нибудь И тому Подобное А что Раньше Отрезали Что-то Платно Что-ли Бесплатно Не было Ладно Ну Как бы Мелочь А приятно Будем Я вообще Не понимаю Этот УМС Я никогда В жизни По этим Пользоваться Не пользовался Что ни в Орске Ни в Сочи Поэтому По барабану Есть Медицина Как бы Ты пришел Заплатил Тебе нормально Все сделали А есть Профанация Медицина Ты пришел И ничего Смерть Викопедии Короче 15 января Откроется Сервис Рувики Рувики Блин Рувики Чмурики И соответственно Рувики Что такое у нас будет Это все Это будет Викопедия Только Написано По нашему Ну с нашими Акцентами Сказали Сказали Что сделан Такую Жесткую Конкуренцию Что Нас будут Смотреть Все Кому не лень Я серьезно Все про Викопедию Забуду Да Если честно В Викопедии Если посмотреть Там Ну видно Что там Немножко Проамериканское Но как бы Не вся Информация Отображена Должным образом Ну серьезно Говорю Поэтому Вот эти Рувики Чмурики Я думаю Будут Наверное Интересно Просто Ну знаете Как бы Интересно Всегда Брать Как минимум Два источника Потому что Вот у меня Те люди Которые обращаются Которые Просят Список домов Которые мне пишут И когда ты берешь Их имена Проверяешь По гидконтакте Ну это реально Такое ощущение Как будто Люди Как бы Ну до того Как приехать в Сочи Они работали Проститутками Потому что Ты смотришь Они забиты У всех Агентов в городе По разному Там Ну и Ну все И потом Конечно Кто-нибудь Взял Да поимел Как поимел Продал Как бы Ну как бы Подснос То что Да кстати Тоже там Расскажу вам Тоже Прихол Там тоже Про вилторство И все И все И такое ощущение Как будто Вот люди Ну реально В прошлом Проститутки Или в дынешней Потому что Ты смотришь Как где в контакте Не подписано И потом Хоп Пришлите мне Список домов Я говорю А зачем Такая информация Да я просто Хочу Попробовать Я хочу Купить Недвижимость И вот Чтобы не попасть Я говорю Ну не переживайте Сами будете покупать Вы не попадете Ну как сказать Ну я правда Уже купил Как бы Ну стоп Зачем врать Те ребята Которые у меня начинают Со вранья Что-то получить У меня информацию Они идут в зопу В зопу В зопу В красивую Терную Негритянскую зопу Вот как бы так Не надо меня обманывать Не нужно мне врать Как бы Как бы так Ну ладно На международной Выставке В форме Россия В Москве Стартует Неделя Сочи Представляете Стартует теплая Классная Неделя Сочи Где действительно Москвичи будут стоять И плакать Скажут Ну как так Почему они живут Как люди А мы как нелюди Там у нас Минус 30 Там еще что-нибудь Люди злые Агрессивные Даже на улице Хрен с кем познакомишься Вон там Я помню Хотел там пройти В одно место Там искал Один там Тренинговый центр Подхожу Смотрю Девочка красивая Дет Он Убью двух зайцев Думаю Думаю Как раз Думаю И поздороваюсь И спрошу И познакомлюсь Я начинаю К ней подходить Она бежит Как в жопу рай На индюк Там бежит Я у нее что-то спрашиваю Она мне там бежит Что-то там отвечает Думаю Нифига себе Думаю Познакомились Думаю Вот это да Забег думаю На костылях Думаю Устроили Думаю Нифига себе Короче Эта новость Еще хуже Предыдущей Да По поводу ОМС Короче В магазинах России Скоро могут появиться Полки С бесплатными Продуктами Тут скажут Нифига себе Вот это да Да короче Оказывается У нас Очень много Продуктов Выкидывает Потому что Срок годности У них Подходит К концу И все И соответственно Утилизировать их Очень дорого И тем самым Решили Знаете что Помочь Помочь бабушкам Многодетным семьям И так далее Например раз Помидорка Сдохла Да Помидорка Все Ну и что нужно сделать Помидорка сдохла И все И что нужно сделать Правильно Говоришь мальчишка Оказывается Нужно помидорку Не выкинуть А отдать Детишкам Детишкам Нужно отдать Понимаете Ну реально Нужно отдать Детишкам Поэтому Да езжай Ты в своем Левом ряду Ты езжай 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 Ты же хотел ехать В крайне левом ряду Да Когда можно было ехать В правом Оказывается Тебе надо перемещаться Теперь ты понимаешь Что с крайне левого ряда Тебе нужно переместиться Резко через линию направо Не надо Вот уважаемые водители Вот если вы думаете Как бы Что вы будете поворачивать налево Вы принимаете левую Если право То право У нас вот тоже На дублере курортов Проспекта Все едут До последнего Левого ряда Потом раз Съезд на Яну Фабрицусу И такую через линию Раз И ныряют Такие Нет ребят Вы заранее должны Продумывать Свой маршрут Если вы знаете Что вам сейчас Поворачивать направо Зачем вы едете В крайней левой полосе Нет Все Вперед Из песни Будем потихонечку Наводить порядок Будем учить Да Да Мой дядя Самое честное правило Когда-нибудь Шутку за ним Он уважать себя заставил И лучше выдумать не мог Вот так Ладно Короче Все Счастье Теперь те продукты Которые должны были Идти на свалку Теперь эти продукты Будут высадяться на полку Люди будут брать Что смогут съесть То будут есть А что не смогут съесть То соответственно Что будут делать То будут соответственно Они выкидывать Правильно же Правильно Ну и все И тем самым Получается Такой будет естественный Самовывоз Бред Бред Ну как бы Помогать Пенсионерам Помогать Многодетным детям Просрочкой И я считаю Это верх идиотизма Это верх идиотизма Я думаю Что самое большое количество Соберется алкашей Думают А что там Просрочная водка есть А просрочный пивасик есть А просрочное вино есть А что просрочное вино Это очень интереснее Оно еще сильнее шторит Правильно Просрочное вино Это же просто мечта Для любого алкаша Сочи Попал в список Самых популярных Направлений Для путешествий После Новогодних Каникул Представляете Красота Красота Вот попал в список Понимаете Попал в список Тот самый Список на стипендию Да Тот самый список Попал Это же круто Круто Ладно Ползем с вами дальше К нашим хорошим Новостям Которые вы любите Правильно же Суд Изъял Гостиницы У 30 владельцев В курортном Городке Сочи По иску Генпрокуратуры Российской Федерации Объекты Отошли Государству Адлеровский районный суд В полном объеме Удовлетворил Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации Объездъятие В пользу Государства Гостиниц В курортном Городке Сочи В ответчиках Значились 30 физических И юридических Лиц И еще 17 Выступали В качестве Третьих лиц Информация Об этом Копликована На сайте Адлеровского Суда Среди них Известный Предприниматель Который Находится Сейчас В федеральном Розыске Депутат Городского Собрания Сочи Анжела Силюкова И другие Предприниматели А также Администрация Сочи Компания Бриз Лендлорд Московский Пляж Ренинвест Специализированный Застройщик FiveStars Файтон Сочи Волна Резорт Эндспа Банк ВТБ Абсолют Банк Совком Банк Сбербанк И другие Сбербанк Потому что Они в ипотеку Выдавали Под эти Апартаменты И тому подобное Предварительное Заседание Суда По иску Генпрокуртура Состоялось 20 декабря А 26 декабря Назначено Первое Рассмотрение По существу И решение Суд Принял Уже 28 декабря 2023 года При этом При заседании Не было Отложено Ничего В числе Изъятых В пользу Государства Гостиниц Гостиницы Мердиан Которые Владели Уральские Предприниматели Светлана И Елена Казихановы Сообщает Комиссар Надзорный Орган Посчитал Что участок У Черного Моря На котором Расположен Отель Незаконно Выбыл Из владения Государства При этом Носил статус Особо Охраняемой Природной Территории Особо Охраняемой Ну представляете Себе Особо Охраняемой И что У нас Получилось Да Что у нас Получилось Ну и Как бы Так Что Получилось Генпрокуртура Российская Федерация Провела Проверку Остановилось Что земля Особо Охраняемой Природной Территории А также Ликвидных Объектов Недвижимости Незаконно Выбыли Из владения Российской Федерации И Надзорный Орган Посчитал Что нужно Их вернуть Светлану Казиханова Рассказала Что в 1995 году Гостинц Мердиан Казинц Мердиан Выкупил Ее отец За 2,5 Миллиарда Рублей У Профсоюза После его Смерти В 1998 году Светлана Ее сестра Елена Получили Доли в гостинице Сделали ремонт За свой счет И так далее За что Государство Сказало Огромное спасибо За то Что вы сделали Ремонт Вот как бы так Ну и соответственно Что Мы Также Было Рассказано О том Что первый Заместитель Генеральной Прокуратуры Первый Обратился Иск Вадлеровский суд С требованием Аннулировать Договы Аренды На участке Бывшего Совхоза Чкаловский И вернуть И государство Речь идет О 633 Гектарах Ну как бы Вот именно Об этом идет Ну и соответственно Иске Прокурор Там Тоже там Сельхоз Особоцен И так далее Про это мы тоже С вами уже говорили Но есть нюанс Есть нюанс Если раньше Если раньше Помимо всего Было в статье Написано Жилые комплексы Которые сейчас Оказались В зоне риска Там было написано Летний Флора Лестория Да да Серьезно Лестория Также Жилой комплекс Морская симфония Первая линия Вторая линия Также конечно же ЖК Курортный Жилой комплекс Оливия И конечно же Касабланка Касаблан Касабланище И все И Ну в этот раз В этот раз Когда там люди начали Ну как бы Немножко суетиться Начали Вы что И так далее Они как бы Сейчас убрали Убрали Но интернет все помнит У нас есть скриншоты И так далее Я даже не сомневаюсь Что будет разбирательство Даже не сомневаюсь Что что-то там будет И так далее И судя по Курортному городку Как я и говорил Система по поводу Раскулачивания Да Когда-то у нас Знаете Как было Было в частных руках После Октябрьской Революции Когда у нас Победили Красные Да В той самой Войне Да И что у нас получилось У нас получается Частную собственность Вот например Как парк Ривьера Взяли И забрали Да Забрали Ну как бы В государственную собственность А потом наступили Суровые 90-е года Когда из государственной собственности Перешло опять В частные руки А теперь Наступили Соответственно Наступил 2024 год И теперь Обратно Теперь все Что было Сейчас есть Частное Опять переходит В государство Такой вечный Круговорот Так скажем В природе Ну и соответственно Да Убрали название Жилых комплексов Видать чтобы там Не суетились Да Но я думаю Что Как бы может быть даже Флоры и летние Их точно никак не коснется Максимум Что там может быть Там Что-то их с них там поимеет А вот например Те жилые Помещения Которые стоят На арендованной земле У города Я думаю Показательно Показательно Их снесут К Тедрине Фине И Жукомайске Поэтому соболезную Ребят Соболезную Притом я еще 5 лет назад Говорил что не нужно покупать И не зря Я этот объект не снимал Ну потому что Знали что все идет Через одно место Не буду говорить название объекта Я буду знаете Как СМИ У нас СМИ Сука продажные Почему Ну смотрите Если мы берем с вами статью Да Мы с вами берем С вами вот там Перечислили Да Что у нас там Куда ушло государство Да Вот эта волна резиденции И так далее Почему они не говорят Что например Если мы возьмем с вами Например Ленина 219А Да Если мы загуглим Просто в интернете И у нас сразу целая куча объявлений Апарт отели В самом то В самом этом Данный объект В базе у всех риелторов есть Данный объект Везде у каждого второго риелтора Есть обзор Есть реклама На него и так далее И про это почему-то умалчивают А почему умалчивают А потому что Этим проектом Руководит у нас Ну как бы Не руководитель А собственник Ну знаете Как бы Ну такой Как бы Не последний человек Российской Федерации И все И соответственно СМИ Они как бы Готовы преподнести правду Ну немножко завуалированную Чтобы при этом Им никак не пострадать Чтобы не пришлось Как-то извиняться И тому подобное Самое интересное Самое интересное Апартаменты Вот в этом месте Продавались По миллион рублей За квадратный метр Сейчас на данном этапе Они так же до сих пор И продаются Да Вот если например Мы с вами посмотрим Например да Сколько же у нас Что стоит Значит так У нас получается Давайте откроем шахматку Посмотрим 21 квадратный метр Стоит 20 миллионов Пятьсот Двадцать тысяч рублей Соответственно Это чистовая отделка Это без ремонта Без ничего 21 квадратный метр Стоит Например у нас 23 миллиона рублей В зависимости Морская сторона Либо не морская 20 квадратный метр Стоит 24 миллиона рублей Если брать У нас Ну немножко Повыше Понимаете И там целая куча Продаж есть И так далее Понимаете Вот такие цены И самое интересное Вот например Если мы открываем У нас ничего не поменялось Все строится Все нормально Как бы Застройщик Комиссия Все прописано Все как должно быть Договор купли-продажи Ипотека Рассрочка Просто на вопрос Почему у нас еще Ответчики Банки Ну потому что Они продавали В том числе Вот эти вот Объекты Да Еще люди Мудрились покупать В том числе И в ипотеку Вот как бы так По миллион рублей За квадратный метр Поэтому Что Хочется сказать По этому поводу Ребят Я еще раз говорю К этому все и шло Сейчас наведут порядок Вот эта земля Которая говорится Особо ценная Она и так Когда вы откроете Кадастр И возьмете Как бы тыкните На любой участок От моря Там И 500 метров Например от моря Это вся земля Особо ценная И так далее И само собой Очень много у нас Моментов получилось Те самые Которые были Детские Здоровительные Лагеря Были разбазарены Было еще что-нибудь Таких Таких вариантов Очень много И сейчас Начали Ну мягко говоря Возвращать И правильно делают С какого перепуга Как бы можно было взять И Например ту же самую Новую гостиницу Мердиан Можно было взять И Просто-напросто Как бы вот Вот даже Да Элементарно В числе Изъятных Пользу государства Гостиница Мердиан Которая владелет Надзор Новый орган Почитал что это Да Вот И все Вот как так получается Рассказал Что в 1995 Году Гостиница Мердиан Выкупил Ее отец За 2,5 Миллиарда Рублей У профсоюза Ну как можно У профсоюза Выкупить гостиницу Да Это профсоюз Чтобы вы понимали Люди пашут Потом должны Как-то вот Где-то там Отдыхать И так далее Я могу сказать Это только Начало веревочки По этой логике Сейчас Будут страдать Все эти апартаменты Которые находятся На первой береговой линии Конечно Сначала зачистить Весь Адлер Также уже Целая куча Поданно исков Я уже посмотрел В сторону Частных домов Это все Что находится От улицы Просвещения До улицы Ленина И получается От реки Мзымта До санатория Южного Зморья И все Да Как бы там С моря Там как бы Нарушены Там не знаю Отступы И так далее Соответственно Список Который у меня есть Да там 491 По поводу Того что 600 Не 600 Оказывается У нас на данный момент 700 И все Но вот если Например Тут список Который у меня есть Вот больше половины Занимает Те самые Жилые гаражи Которые идут под снос Это и в Адлеровском районе И в Лазаревском районе И так далее И знаете что Как бы я удивился Первый раз за все это время В этом списке Лазаревского района Гораздо больше Чем Адлеровского А Лазаревский район Это у нас От Догомыса И соответственно До Чего у нас До Чего у нас До Магри Самое интересное Что Как бы Многие Застройщики Стали Просто по беспределу Там строить И как бы Переделывать Короче Эту часть Да Думают там Контроля не будет И так далее А в итоге Администрация Сочи за это взялась И Лазаревский район В этом списке Оказался на первом месте Вот эти всевозможные Жилые гаражи Вот эти всевозможные Лодочные станции Эллинги И так далее Понимаете И все это Вот просто Там все Как снежный ком И самое интересное Я увидел Очень много Тех самых Апартаментов Комплексов Которые продаются Там по 3 миллиона Тво 3,5 миллиона Там по 4 миллиона И все они Идут под снос Кедрине Фени И к ЖК Майским И уже решение Судов Есть Первый раз Не знаю За 8 лет В моей практике В Сочи Лазаревский район Вырвался на первое место По количеству Второй Само собой Адлеровский По количеству Тех самых самостроев Вот как бы так Мне Наши юристы Сказали Что список Мне обновленный Дадут Прям буквально Там Через 4 дня Где добавится Еще 150 объектов И говорит Максим Мы уже этот список Смотрели Частично Ты будешь Неприятно Удивлен Ты будешь Неприятно удивлен Потому что Туда добавилось Очень много Объектов В Адлере В районе Улицы Кирова Да-да-да В районе улицы Кирова Там много Есть у нас Тех самых Помните Когда проезжаете Там даже Не отступов Думаешь Как построили Семиэтажный дом Когда расстояние От дома до дома Меньше метра Вот короче Там пошло Поехало Там Конечно В этом списке Просто жесть Самое интересное Самое интересное Ну знаете Как мне тоже сказал Юрист Она говорит Я говорю А что люди Говорят Ну понимаешь Вот человек Покупает себе квартиру Он видит Да Да-да-да-да-да Самый там Тупой человек Он понимает Что должны быть Оступы Три метра Должен быть пожарный заезд Пожарный выезд И все Когда он покупает себе Дом Который втиснули Между двух домов У одного расстояния Семь сантиметров У другого Семь сантиметров Где просто С балкона Люди здороваются Прямо друг с другом Извини Когда человек Покупает себе Такой дом Значит у него Что-то ненормальное С головой Скорее всего Он придурок Понимаешь И на самом деле Таких людей Не жалко Это у нас Тот самый Естественный Ну как говорится Отбор Ну как бы так Поэтому в этом году Конечно же Мы с вами Увидим Много чего Я хотел сказать Интересного Нет Не очень интересного Конечно Продавать Сейчас все сложнее Сложнее Самое интересное Я говорю Почему Вот я обращаюсь Вам Кто там у нас Кто вот эти статьи Пишет Кто у нас Статейки пишет А у нас даже Они анонимны Даже автора нет Но просто Я хотел узнать Но почему А нет Есть Ведущий корреспондент Анда Грицевич Вот Анна Грицевич А почему Вы возьмете И в статью Не добавите Скажете Самое интересное Вот там было в конце Да Самое интересное Те самые Апартаменты Которые стоят На секундочку Миллион рублей За квадратный метр Сейчас продолжает продавать На всех ресурсах На всех площадках На Авито На Циане На Дом Клике Да да На Дом Клике Вот везде Продают И спокойно Если например Позвонить И попробовать купить Вам спокойно Там продадут И все остальное Почему Вы Про это Не умалчиваете А почему Вы про это Не говорите А потому что Страстно Потому что страшно Потому что Блин Там идут Вон такие люди И так далее Почему Вы про это Почему Вы не сказали Что Уже есть общая информация Что Зачистят Жестко Вот этот Почему Вы взяли Статьи Убрали название Жилых комплексов Которые сейчас Находятся на земле На особо ценной И Генпрокуратуру Уже 28 января Уже будет слушание И так далее Почему Вы про это А знаете Почему Убрали Потому что Люди Начали Суетиться Ну нифига себе Как Так Мы берем По федеральному закону 214 Оказывается Эта земля Непонятно какая А потому что По идее По большому счету За это должна Нанести Ответственность Администрация Сочи А почему Администрация Сочи Ну как так То получилось Объекты строятся По федеральному закону 214 На особо Ценной земле Которая Там непонятно Как это было В каких-то годах И тому подобное Ответчик Есть В том числе И Сочи Тут фигурирует Администрация Сочи Только не написано Как они должны ответить Вот как они должны ответить А я Открою вам Анализ Как хотят ответить В этой ситуации В этой ситуации Пострадает Всего лишь У нас Одна категория Это категория Тех людей Которые купили Сбербанк Отмажется Застройщики Отмажутся Администрация Все отмажутся Останутся Крайне Только те самые Люди 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 Людей жалко Хотя Я понимаю Прекрасно Что Знаете Как рассуждают Все Рассуждают Здоровомышленные люди Человек Который За миллион рублей За квадратный метр Покупает стройку Сомнительно Непонятно Где Непонятно Как По миллион рублей За квадратный метр Когда например Можно в центре Сочи Купить себе Квартиру Законную По 500 тысяч За квадратный метр Наверное Этот миллион рублей Им достался легко За квадратный метр Когда 20 миллионов Ты Просто Вбухиваешь За 20 квадратных метров Наверное Стояние Нормально Я уже прочитал комментарии И люди Прям так и пишут Грабь награбленная Наше время Войдет просто Страничка в историю В Сочи Разве В каком основании Делается Там тоже есть Ну это гости Гости И тут еще Пишут Ну тоже Ну как так-то Люди Что с вами не так 500 тысяч За квадратный метр Центр Сочи Центр Адлера Есть Безопасные объекты Вы берете В сомнительные проекты Берете и вкладываетесь Почему сомнительные Потому что Это у нас Апарт-отель Про доходность Ну какую доходность Мне просто девочка Не может Не хочет давать интервью Который год Владеет Апартаментами В Мане Я просто Она мне В личном разговоре Сказала Сколько она заработала Просто если я скажу Сколько она заработала Да Вы мне не поверите А если она скажет Вы поверите Я открою Ладно Спойлерну Она Не заработала Она еще ушла В минус И соответственно На секундочку Мане Это миллион рублей За квадратный метр 20 миллионов За 20 квадратных метров Взять Она еще взяла Ипотеку Это просто Из категории Бреда Но сейчас Макс Помоги продать Как помочь Непонятно А ну как помочь Ребят Если нужны То кому-то Высокодоходные апартаменты Которые вы можете Зарабатывать Спокойно По миллиону рублей В месяц Стоит всего лишь Апартамент У нас 20 миллионов рублей Обращаемся Ко мне Можно купить В том числе Ипотеку Все Всем добра И пока Ну почему Вы как корреспондент У вас есть адрес Почему вы Взяли Не привели Примеры Что Все Это продается И так далее Что Все это Спокойно Что Как бы На всех площадках Размещено Но Почему Почему-то Когда Вы Например Отсвечали Подкову Да А что там Подкова Там Уже все Там Некому Затупиться Ничего Вы там Разнесли В пух и прах Да вот Мы там Скриншот Объявление На Авито Такие прям Потому что Понимаете Ну как бы там Ну там все Там Ну как бы там Что там Кто там Значи не дадаст Ничего И вы там Разнесли В пух и прах Эту подкову И так далее Но когда Дошло Дело Немножко До другого То вы как-то Раз И технично Как бы Все это Углы Сгладили Слазили И все Нехорошо Всем добра И пока